Девушки отдыхают В главную ночь года в Тюмени ожидаются крепкие морозы. Столбики термометров могут достигнуть 38-градусных отметок со знаком «минус». Будьте осторожны, сохранится такая погода и в первые дни наступающего года. Новогодними огнями засияет мост влюбленных. Сегодня напомню, что одна из основных городских достопримечательностей каждому празднику зажигается по-своему. В Новый год это преимущественно белые и синие цвета. А уже 1 января традиционный забег обещаний. Место встречи – контора пароходства. На нагрудном номере напишут свои желания на будущий год. Так как погода нелетная, принимать участие рекомендуют лишь подготовленным спортсменам. Сегодня поздравления для родных и близких шлют из самых разных уголков страны. Присоединяются к ним и те, кто принимает участие в жизни всей Большой Тюменской области. Дорогие земляки, заканчиваются последние часы уходящего года. 2020 год выдался непростым. Нам много пришлось пережить, столкнуться с проблемами и трудностями. Однако важнее другое – борьба с пандемией сплотила нас. Люди стали добрее и внимательнее друг к другу. А главное – не прекращался наш созидательный труд. Мы строили школы и больницы, дороги и жилье. По всем важнейшим направлениям продолжилось движение вперед. И это – основной итог уходящего года. Перед Новым годом всегда загадывают желания. Сейчас они простые и понятные. Пусть наступающий год станет лучше предыдущего. Мы вместе работали для этого. Мы это заслужили. Уверен, что так и будет. Желаю вам здоровья, мира, благополучия. Пусть воплотятся все ваши планы, сбудутся мечты. Удачи, счастья и добра. С Новым годом, дорогие друзья! Уважаемые жители Тюменской области, Югры и Ямала! Дорогие земляки! Вот и еще один год остается в прошлом. Он не был похож на предыдущий и запомнится разными событиями. И хорошими, и не очень. Вместе со всей страной, со всем миром, мы столкнулись с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. Сердечно благодарю всех медицинских работников, настоящих героев, которые каждый день ведут борьбу за жизнь и здоровье земляков. В этом году на них легла огромная нагрузка. И они не подвели. За что мы все говорим им огромное, искреннее спасибо. Благодарю предпринимателей, стойко выдержавших испытания пандемии. Аграриев, сумевших вырастить и собрать хороший урожай. Всех, кто обеспечил бесперебойную работу промышленности, транспорта, связи, строительство дорожных, жилищных, социальных объектов. Низкий поклон учителям, социальным работникам за самоотверженный труд. Благодарю волонтеров, по зову сердца пришедших на помощь землякам, нуждающимся в поддержке. Только вместе можно преодолеть все трудности. Недавно мы отметили 90-летие образования Канты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Всех нас, и жителей Юга области, и жителей Ямала и Угры объединяют экономические, социальные, научные и дружеские связи, которые никакой коронавирус прервать не в силах. Мы с вами сумели выдержать испытания. В предновогодние дни всегда хочется верить в чудо. Но, наверное, в этом году все мы, как никогда, поняли, что сами создаем его своими добрыми делами, словами, любовью. Почувствовали, как хрупка человеческая жизнь и стали внимательнее, добрее. Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким. И сегодня это самый дорогой и нужный подарок. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и удачи в новом году. С праздником, друзья! С новым 2021 годом! Дорогие земляки, завершается 2020 год. Он стал испытанием для каждого из нас, каждой семьи в мире. Изменен привычный уклад жизни. Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов. Пусть в новом году в каждой югорской семье все будет хорошо. С Новым годом, Югра! Дорогие ямальцы! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом! Историю Ямала всегда создавали сильные, сплоченные и трудолюбивые люди. Так, почти полвека назад, в этот праздничный день 31 декабря, открыли новое месторождение в Пуровском районе. Его так и назвали новогоднее. Благодаря таким людям наш Ямал продолжает развиваться, несмотря ни на что. В этом году мы запустили движение по Пуровскому мосту, открыли постоянный проезд по дороге на Дымс-Элихард. В самое ближайшее время, в 22 новых детских садика, пойдут маленькие ямальцы. В 2021 мы продолжим все наши программы по обновлению дорог, благоустройству, развитию медицины, образованию и строительству жилья. Дорогие земляки! Пусть наступающий год для каждого из вас станет годом позитивных перемен. Желаю вам в новом году счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья. С наступающим Новым Годом! Уважаемые тюменцы, дорогие земляки! В канун Нового Года каждый из нас планирует и мечтает изменить к лучшему свою жизнь и жизнь близких. Мы очень надеемся и искренне верим, что наступающий год обязательно будет лучше нынешнего. Даже в нынешней сложной ситуации нам есть чем гордиться. Мы сохранили в области политическую стабильность, удержали лидерские позиции в экономике и социальной сфере. Вновь подтвердили статус одного из самых развитых и перспективных регионов России. Для решения новых задач каждому из нас и всем вместе предстоит немало и упорно работать, чтобы преодолеть трудности и добиться намеченных результатов. Дорогие друзья! Пусть исполнятся в новом году все ваши желания и оправдаются надежды. Главное за суетой забот просто радоваться каждому дню рядом с близкими людьми. Своим трудом обеспечить достойный уровень жизни, родной, семьи, благополучия области и страны. Особые слова поздравлений и признательности мы говорим уважаемым ветеранам. Они наша гордость и слава. Настоящий пример самоотверженного служения и беззаветной любви к родине. Желаю землякам здоровья, счастья, дальнейших успехов. С Новым Годом! Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю вас с Новым 2021 Годом! Я желаю, чтобы в этом году в нашу жизнь каждого из нас вошла новизна. Новизна в чем? В новизна духовного пробуждения, духовного обновления, которое через восторг души, через радость души дает и радость, и смысл жизни, которое заключается в чем? В добрых делах. Добрые дела зиждется на божественном даре любви. Вот будем приумножать в себе вот этот дар любви к Богу, к ближнему, к своей родине, и тогда наша жизнь наполнится смыслом и содержанием, и наполнится радостью. С Новым 2021 Годом! И пусть Божие благословение пребудет со всеми нами. Храни всех вас Господь! К поздравлениям присоединяемся и мы от телерадиокомпании «Регион Тюмень» с наступающим вас Новым Годом! Наше желание неизменно. Смотрите «Вести» и будьте здоровы! До встречи уже в 2021-м. 1 января в 21.10 на телеканале «Россия-1». Не прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова